Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня мы поговорим о заболевании глаз, об их лечении. И у нас в студии заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы. Елена Николаевна Митяева. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Редкие случаи. Почему-то мне кажется, что врачи-офтальмологи, как правило, ходят в очках. Вы уже тоже ходите в очках? Или пока у вас как бы со зрением всё в порядке? Это такой провокационный вопрос, на него можно не отвечать. Тем не менее. Нет, со зрением вблизи у меня действительно всё в порядке. Хотя по возрасту я должна иметь плюс. Когда начинается плюс? Когда? Ну, после 45-50 лет уже точно. У меня нет очков вблизи только лишь потому, что у меня минус вдаль. То есть вот так. То есть никаких чудес нет. Вот приятно, когда с врачом можно вот так вот честно поговорить. Но если говорить серьёзно, то я тоже, коль я вас, так сказать, задел немножко себе скажу, что когда я первый раз пришёл к офтальмологу, гораздо позже, после 40 лет, она мне сказала, вы что-то так очень поздно пришли, потому что в 40 уже плюс один надо приходить, проверяться. Это действительно так? Мы что, у нас глаза на 40 лет рассчитаны, что ли? Нет. Наш организм рассчитан на всю нашу жизнь. Но бывают сбои. Всё зависит от того, какой оптический... Заложен оптический прибор, да? Заложено оптическое преломление. И если у вас есть небольшой минус, а он может быть... Это глаз не сфера, а глаз как бы эллипс. И в одном меридиане может быть небольшой плюс, в другом минус, может быть где-то ноль минус. И есть так понятие сфера-эквивалент. Вот если ваша средняя сфера-эквивалент приблизительно минус, то да, вы позже будете пользоваться очками для близи. А есть такие люди, которые до старости не в курсе, что очки есть? Бывают такие феномены? Ну, как правило, близорукие люди, которых невысокое требование для зрения вдаль, они не пользуются очками. То есть они автобус не вычисляют? Ну, они видят и не видят, они видят силуэт, зато они прекрасно читают. Как правило, это люди, которые не пользуются машиной, им надо смотреть на знаки, на объявления. И поэтому, да, они неплохо себя чувствуют и комфортно. Низкое требование к мелким объектам вдаль и вблизи. Ну, мы, конечно, поговорим сегодня о том, до начала программы, о развитии вообще этой профессии медицинской, потому что, как говорят все врачи, несмотря на сложности, к медикам всегда есть и вопросы. У медиков есть чем нас порадовать, потому что не стоит на месте эта вся. Ну, скажем так, медицинская наука идет вперед, появляются новые аппараты, новые возможности. Опять же, сегодня можно прийти в магазин в любом, наверное, торговом центре. Есть оптический магазин, где вам и проверят, даже могут бесплатно это сделать. Правда, это, наверное, включена в стоимость очков. Тем не менее, в принципе, очень быстро все это делается. Как бы такой бытовой пример, если это несерьезное заболевание. Насколько я понимаю, все равно болезни глаз, они существуют, никто не отменял глоукому и прочие заболевания. Чем сегодня больше всего страдают люди, у которых действительно глаза уже серьезными заболеваниями? Какие основные заболевания? Ну, в основном к нам обращаются люди после 45-50 лет. То есть это все возрастные изменения, дегенеративные, то есть возрастные изменения. Ну, процент, ну, самый большой процент хирургии в отделении – это, как правило, катаракта. С глоукомой стало относительно лучше, и под этим есть опасность. Появилось очень большое количество хороших, эффективных капель, который позволяет длительно больным не прибегать никакой к хирургическому лечению. И возникает такое ложное впечатление, что вот я капаю, и все хорошо. Так, и мне хватит, да. При этом глоукома опасна тем, что глаз-то не болит. А если он болит, это уже терминальный, запущенный, умирающий глаз, невидящий и так далее. А вот когда он видит, и вроде бы и неплохо, есть ощущение, что все нормально. Более того, сам себя пациент не может вообще оценить. Даже если этот пациент – офтальмолог. Вот офтальмолог, болеющий глоукомой, сам себя оценить не сможет. Как интересно. Потому что при глоукоме страдает прежде всего так называемое боковое периферическое зрение. То есть сужается обзор. А центром видят люди. А оценить вот это сужение обзора, тем более, что это два глаза. Как правило, глоуком начинается на одном глазу. Это несимметричное заболевание. То есть один как бы худший, другой получше. А другой добавляют. И если это, да, мы сливаем в одно единое зрение с правой и слева глаза, наш мозг это всё сливает и делает нам единую картину. И сливаясь, человек не замечает падение зрения. И когда уже существенное падение зрения, и человек обращается за помощью, выясняется, что не просто развитая стадия глоукома, а далеко зашедшая стадия. И остановить, притормозить вот этот процесс гибели нервных клеток и нервных волокон прежде всего крайне бывает сложно. И тогда приходится прибегать к хирургии. Но всё равно, так сказать, а у меня уже стаж больше 30 лет в офтальмологии, можно за 30 лет отследить, что хирургия стала меньше по глоукоме. Это первое, конечно, повторюсь, капли. И второе – это лазерные операции. Лазерные операции при глоукоме, они эффективны, но эффективность их ограничена. Она ограничена временем. Как правило, они эффективны год-максимум два. И в этот период в любой момент может повыситься давление. И опять же, не болит, и человек не поймёт, что оно повысилось, и снова стали погибать нервные волокна. Поэтому даже если всё хорошо, но ходить надо регулярно к врачу, оценить невозможно. Понятно. А катаракта? Катаракта – это помутнение хрусталика в той или иной степени, но бывает, особенно у людей в возрасте, начинается всё не с помутнения, а с уплотнения хрусталика. И вот тогда, о чудо, человек, который плохо видел без очков, вдруг хорошо видит без очков. Вдруг улучшилось зрение. А оно улучшилось не вдруг, а за счёт изменения плотности хрусталика, изменения преломления, и да, появился вот этот ложный минус за счёт плотности хрусталика. И появилось вдруг чудо, он стал видеть вблизи. Чудо это имеет определённое время, проходит время, начинает уплотняться ещё больше хрусталик, мутнеть, и уже зрение и вблизи, и вдали плохое. То есть это тоже только такой момент, меня же зачесали с глазом. То есть если вдруг вы всё время плохо видели без очков, носите-носите, и вдруг у вас стало улучшаться зрение. Молодость вернулась, да. Это не молодость, это уплотняется хрусталик. Или, что ещё хуже, повышается внутри глазное давление, которое тоже начинает менять структуру глаза, и тоже даёт лёгкий минус. И в том, и в другом случае надо сходить к врачу. Ну, любой врач, наверное, по любой специальности всегда советует ходить. Но вот вы сейчас дали нам некие такие таинства, некоторые тайные намёки на то, что надо идти к врачу. Я так понимаю, что сегодня офтальмолог, он входит в такое общее обследование, когда, например, диспансеризация проходит, когда у человека рассмотрятся все органы. И у меня тут возникает вопрос, что-то неожиданно меня потянуло в литературу, вот эта знаменитая фраза, что глаза – это зеркало души. И вообще глаза, на мой взгляд, они такие герои всевозможных песен, произведений всего на свете. Потому что глаза, такое ощущение, много могут нам сказать о человеке, о его характере. А могут ли глаза сказать вообще о его состоянии здоровья? Через глаза мы что-то можем увидеть? Да. И очень многие специалисты других профилей, особенно эндокринологи, невропатологи, нефрологи, заболевания почек, направляют к кардиологу, направляют к нам на консультацию для отсмотра глазного дна. Глазное дно – это внутренняя оболочка глаза, это сетчатка глаза, которую мы можем посмотреть. Это как бы, если вы смотрите на шар изнутри. Так как преломляющие прозрачные среды глаза позволяют посмотреть, то мы можем увидеть там и сосуды, и выходящий зрительный нерв. И по состоянию сосудов мы косвенно можем судить о состоянии сосудов головного мозга и вообще о состоянии капилляров. Потому что это же общая система. А система общая. То есть если человек склонен к спазмам сосудов, мы можем там это увидеть. Если у диабетика происходит микрокровозлияние, то на глазном дне это можно увидеть. А вообще вот глаза, когда красный, не красный становится, как какие-то такие, меняется цвет, это тоже какой-то показатель чего-то? Показатель. Есть понятие синдром красного глаза. Синдром красного глаза включает очень много разных заболеваний. Их можно различить, допустим, кровозлияние. Если под слизистую глаза лопнул сосуд, будет кровозлияние. Наша кожа, она непрозрачная. И поэтому кровозлияние у нас синеватая. Мы называем синяк. Да. Так как слизистая, прозрачная, синяка не будет, будет красный глаз. И вот этого как раз кровозлияние, ну не надо пугаться, потому что это не влияет на зрение. Это косметически неприятно. Это говорит о том, что у вас ломкие сосуды, которые реагируют на перепады давления. Таким образом. И надо идти к терапевту, кардиологу и заниматься профилактикой. Бывает красный глаз от очень-очень высокого давления. Тогда боли будут. А бывает красный глаз от воспалительных процессов. опять будут боли. Будет красный глаз. И ещё может появиться светобоязнь. А бывает красный глаз так называемый синдром сухого глаза. Но это можно сравнить очень так, мне кажется, понятно, когда у вас пересыхают губы. Вы их облизываете. Да. Ещё раз облизываете. Ещё. Если вы так будете дальше продолжать делать, что будет? Будут трещины. И губы вообще могут даже отекать, болеть и ломить. Чтобы этого не было, все прекрасно понимают, что надо использовать как минимум гигиеническую помаду. Или помазать каким-нибудь маслицем. В глаз мы это сделать не можем. Но есть специальные капли, увлажнители. Но их так много? Много, да. Они разные. Примерно один и тот же? Они разные эффекты. Это всё-таки лучше софтальмологом. Вот лучше софтальмологом. Потому что на самом деле состав слезы, он очень сложный. И там есть, помимо просто воды, есть растворённые микроэлементы соли. Она солёненькая. То есть, которые должны быть более-менее твоему глазу, соответственно. Ну, вообще, да. Они ближе к плазме по составу солевому. И там есть и жиры, и углеводы. И вот когда каких-то элементов мало, тогда начинается избыточное испарение слезы. Всё там очень взаимосвязано. То есть, правильно я понимаю, увлажнение – это дополнительные слезы, которых у нас нет, не хватает. Я бы сказала, такая даже смазочка. Потому что есть слезы, есть заменители слезы, которые заменяют больше как бы увлажнение, там, гиалуроновая кислота, то, что колет девочки для морщинок. Вот она в составе, увлажнитель. Есть другие микроэлементы, мукополисахариды, ну, так, ну, то есть, есть жиры, есть углеводы. То, что заполняет дефицит слезы. А если свою слезу собирать, не поможет? Ну, она по качеству изменилась. Она стала, ну, скажем так, более жидкая. Понятно. Не такая жирненькая, не такая... Как она нужна. И поэтому пересыхаем. Да, сделаем небольшую паузу. Напомню, что, видите, я практически промолчал все это время первого отделения, можно так сказать, потому что интересно рассказывает Елена Николаевна Митяева, заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы. Вот сейчас во второй части мы узнаем про лечение, про оптику, про все, что связано с тем, чтобы на... Да, еще обязательно хочу спросить вас про линзы. Куда же без них? Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Елена Николаевна Митяева. Вот мы сейчас поговорим чуть-чуть позже во втором отделении нашей встречи о больнице, о том, какие есть возможности. Но прежде еще не могу не задать такой вопрос вам. Люди сегодня... Ну, очки – это такой аксессуар. Я даже знаю людей, и я думаю, вы их знаете, которые просто покупают очки, и такие очки продаются, прозрачные. Ну, просто кажется, что вот в очках некий такой образ создается. Вот выбор очков тоже большой, я сказал, оптики есть, но есть возможность купить очки просто там чуть ли не в продуктовом магазине. Но ведь это, наверное, неправильно. Подбор очков, вообще подбор оптики для глаз, это же тоже должен делать офтальмолог? Не только. Сейчас очень мощно развивается оптометрия. Что это такое? Оптометрист – это человек, который занимается улучшением вот именно качества зрения, прежде всего. этот специалист подбирает очки или контактные линзы. В основном это основная его функция. Современные профессиональные оптики, где есть обученные оптометристы, владеют очень многими методами исследования. У них тоже сейчас вводятся стандарты обследования. туда входит не только проверка зрения, обязательно проверка давления, обязательно осмотр поверхности глаза и обязательно проверка прозрачности сред. Потому что если преломляющие среды непрозрачны, вы не сможете подобрать качественные очки и улучшить зрение человека. И когда оптометрист всё это видит и замечает, а их тоже этому обучают, замечает какие-то изменения, то он рекомендует уже пойти к офтальмологу. И, в общем-то, я думаю, в будущем именно так и будет. То есть первичное звено осмотров пациентов и скрининг, то есть быстрого осмотра обследования, он будет всё-таки наверное на оптометристе, а уже при какой-то изменённой состоянии глаза что-то покажется опасным, изменённым, не опасным, пусть даже изменённым. Уже будет рекомендовано к офтальмологу. Есть как бы два мнения. Одни говорят, что надо максимально своими глазами пользоваться уже до того момента, когда уже совсем ничего не видно и только тогда очки носить. Либо при малейшем уже изменении сразу надо к очкам переходить. какой вам кажется правильным? Если мы рассматриваем так называемое старческое зрение, прежбиопии, то что очки для облизи, тут не надо сильно тянуть, вы просто перенапрягаете свой организм. То есть не нужно тренировать свои глаза? А вы это бессмысленно. Это уже тренировать можно лет до 25. А, Но потом мышца потихонечку ослабевает. Это не мышцы бицепсы, которые мы можем накачать. Там другие типы мышечных волокон, которые не накачаешь. Хорошо. Теперь вот эти наши глазные вставочки, которые я например... Искусственные хрусталики так называем. Не, 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 не про хрусталики я еще спрашиваю. Контактные линзы. Да. Вот тоже непонятная история. Я, так как я недавно только вошел в это дело, для меня это вообще как можно глазу прикоснуться. Вот контактные линзы это хорошо или плохо? Ну, это удобно. Но удобно не всегда хорошо. Ну, опять же, за все надо платить в нашей жизни. Во-первых, если мы пользуемся очками, то между глазом и очками есть воздушное пространство, которое тоже вносит свою лепту. Контактные линзы позволяют это избежать. И поэтому и лучший обзор в них, и более четкое зрение в них при одной и той же диоптриности усилия линз. И вам... Они не потеют холод, тепло. Кстати, пандемия многих людей, которые носили очки, столкнулись, когда надевали эту маску. Да-да-да-да. Но в то же время в бассейне нежелательно там, потому что разные... То есть очки или линзы это все-таки система подбора, что конкретному человеку. Нет, и, как правило, близорукие люди в основном пользуются контактными линзами, и они имеют и то, и другое, потому что разные бывают ситуации. Ну, это понятно. На теннисном корде вам лучше в контактных линзах, в бассейне все-таки лучше без них. Не могу не задать вопрос, вы заведующая большого отделения офтальмологии. Что есть в отделении? Чем вы сегодня лечите? Какие есть аппараты? Чем может порадовать Люберецкая областная больница людей, которым нужно лечить глаза? Делаете ли вы там какие-то операции? Вот немножко об этом. Ну, самое главное, чем можно порадовать, то, что есть понимание руководства больницы о необходимости развития отделения. И сейчас идет такая активная закупка оборудования. Она началась уже осенью 22-го года и продолжается по сей день. Это нам вселяет очень большую надежду. Из того, что есть. Вот то, что я говорила вам авторев кератометр, то есть автоматический прибор, который позволяет считывать какую же нужную нам оптическую силу, появился и в отделении офтальмологии. Сейчас в общем-то по стандарту положено иметь бесконтактный пневмо-тонометр. Это то, что воздухом дует в глазах и измеряет давление. Это тоже появилось в отделении. Очень приятно. Сейчас приобретен взамен старому новый аппарат называется машина для фако витрио операции. Но фако по латыни это хрусталик. Наш искусный хрусталик. Это аппарат, который через проколы позволяет разрушить до полужидкого состояния вот эти массы, одновременно их вымыть из глаза и взамен освободившись пространства поставить искусственный хрусталик. Да и что, вот так вот прям, да? Это всё делается через проколы, без швов. Время зависит от сложности операции. И время у нас считается не потому, как зашёл больной в операционную, а потому, как после обезболивания начинается собственно операция и заканчивается она последним уколом. Вот это вот период может быть от 15 до 30 крайне сложных случаях. То есть хрусталик благодаря этому аппарату сейчас попроще будет? Ну это уже более 20 лет эти начинались методики операции. С 2000 года идут активные операции. Просто совершенствуются аппараты. Хрусталик по-прежнему один из главных. Ну искусственный хрусталик если раньше там говорили там мягкий жесткий такой вопрос сейчас уже не стоит все ставят мягкий. Но это не пушок мягкий. Мягкость говорит о том что есть пластик который вы можете согнуть ну так а есть пластик который вы не согнете он треснет вот мягкий это как полиэтилен он совершенно с другого он скручивается в трубочку вводится и там китайский чай распускается очень интересная беседа нам нужно завершать важно что мы понимаем что в Беретской областной больнице на сегодняшний день люди могут получить современное термологическое обслуживание все что еще приобретается да это будет это и сейчас планируется закупкой лазерного оборудования так же диагностического оборудования чтобы еще на более тонком уровне исследовать глаза это очень радует не могу не задать вопросы во-первых приглашаем вас еще потому что интересно важно с людям узнать вообще что такое глаз как он работает потому что мы же все только к врачу приходим и странно смотреть на взрослых людей которые с таким видом первоклассника узнают что-то новое о строении собственного глаза я вам задал вопрос вне эфира и хочу задать всего сейчас мы же такими стремительными темпами идем в мир робототехники жизни какого-то там нам говорят чипы будут значит скоро в нас потому что телефон действительно неудобно его надо держать да есть ощущение что будешь головным мозгом руки будут тела так лежать а головной мозг будет работать этот телефон какой-то внутренний там крутить ну разные фантазии кто как себе придумает и что-то подсказывает что ведь вместо глаза но если он уже увы как вы говорите стоп постарел до такой степени или как вы говорили сказали что начинает умирать да этот глаз вставим туда что-нибудь оптическое это возможно или пока нет нет оптику поменять мы можем оптику то есть мы меняем хрусталик мы делаем пересадку роговицы мы можем убрать жидкую часть основную часть так называемой стекловидное тело заменить на растворы полностью вставить ну а вот именно мы же мозг вы же знаете пока мозг мы не можем пока не можем а глазное яблоко это кусочек мозга то есть зрительная нерв и сетчатка это часть мозга которая вынесена за пределом мозга наружу покрыты оболочками то есть то вот оболочки оболочки мы меняем а именно зрительные клетки наши палочки и колбочки и нервные волокна пока да это не данное вы сказали что 5 миллионов да чего-то там нет там да в общем миллионы да исчисляются колбочки да миллионы колбочек представляете а я спрашивал у Елены Николаевны то есть у нас пиксели несоизмеримо пока с любым монитором да я спрашивал Елены Николаевны еще говорю но ведь сердце это сделали искусственно она говорит что сердце оказывается такой простой орган ну не простой орган ну что нет но по сравнению с глазом с тонкостью нервной ткани конечно да то есть мы пока не можем не сможем ходить с оптическими глазами поэтому надо беречь свои я так понимаю я так понимаю что заведующий отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Лена Николаевна Митяева напоминает всем жителям городского округа Люберца что есть способы поддерживать зрение профилактировать то что вы говорили надо приходить проверяться ну и конечно же лечить если будет такая необходимость вам больших успехов спасибо вам за эфир это была программа открытый диалог с вами был Николай Пивненко до свидания